Возникает сразу хаос и разбивиха, и война. Почти как сейчас, но на самом деле гораздо еще страшнее. И в этой ситуации всем, кто хоть раз пробовал, он знает точно, что это бессмысленно. То есть договариваться бессмысленно. Никто не готов, не умеет, не хочет и все. И все. И в такой обстановке можно делать что угодно. Просто люди, которые принимают решения в конечном счете, даже будучи добросовестными, то есть они бы хотели сделать так, как вы хотите. Они не знают, как вы хотите. Просто потому что отсутствует способ выработать какую-то суммирующую позицию. Вот и все. Это правда. Это так. Деньги, не деньги. Конечно, какие-то деньги, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что отсутствует вторая сторона для разговора. Она до сих пор отсутствует. Ее нет, честно. То есть нету достаточное количество вменяемых людей, которые могут сформировать какое-то общее мнение и передать, вот так сказать, вам. Вот я сейчас слушаю, да, мне честно, вот я себя каким-то выдлом ощущаю, что вы сейчас говорите, что вот, ну, вы конкретизируете это на такие массы. У вас есть статистика? Вот как часто, подождите, как часто, вот у меня прямо накипело, честно. Вы говорите, что вот вы сидите, мы такую линию делаем, и мы, я, то есть, я, вы говорите про меня. И мне обидно слышать то, что вы говорите. Не, подождите, вы конкретизируете, вы, вы говорите вы. Вы безлико это говорите. Вы будто с этим настолько сильно боретесь, что бедные устали честно мне объяснять. Мне об этом никто не говорит и не доносит. Я не знаю, где слушать, поэтому пришел сюда. И вместо того, чтобы вы, наверное, устали это так часто говорить, высказать мне, ребята, давайте в тысячный раз это делать, в статысячный, но услышьте нас. А вы говорите, вы, блядь, быдло, а мы интеллигенция. И пока вы не вырастите, мы не сможем с вами общаться. Блин, там такого не было. Я такой поддерживаю. Нет, нет, секунду. Я вам отвечу, да. Вот все, что вы говорите, это как раз очень узнаваемо. Я вам расскажу, вот то, что можно назвать статистикой, да, она у меня есть. Два раза происходило это один раз, когда пришла управляющая компания в дом, где я живу, договариваться о том, чтобы, ну, там, чтобы ее назначили управляющей компанией. Это вот было несколько лет назад. Жильцы на его дома вышли, все во дворе стояли, и человек вежливый, очень такой, вполне разумный, приятный мужчина рассказывал о том, что управляющая компания хочет предложить и на каких условиях и так далее, да. Что-то он о себе пытался рассказать. Ему в ответ говорили примерно следующее, разными словами, но примерно одно и то же. Вы нас уже обманывали сто раз, вы сейчас нас опять хотите обмануть, все уже у вас давно куплено и продано, и поэтому, собственно, вот, и вы нам обещали, и никогда ничего ни разу никто не сделал, и ничего, кроме этого, он не услышал. Это вот, когда вы говорите, все куплено, вот я просто слышу, все равно ровно вот эту же ситуацию. Я не говорю, все куплено. Ну, это не важно. Это из толпы, откуда это прилетело. Тут я могу он другой сказать, у меня сейчас есть товарищ, его зовут Василий, он директор достаточно крупной управляющей компании, которая захватывается, ну, будем говорить так, всю новую территорию, но захватывает ее не с помощью, знаете, кого-то хамство, а человек выполняет свои определенные обязательства. Это бизнес, давайте говорить с точки зрения бизнеса. Были 90-е, 2000-е, там реально, ну, люди, непонятно, кто вырос, да, и культуры мало было. Сейчас люди стараются даже вести бизнес прозрачно, грамотно, платить налоги, куда дальше это уходит неизвестно, но люди действуют чисто уже сейчас. То, что вы говорите, приходят люди и обещают, и делают. И, возможно, просто, может, вы не туда тоже говорите, я не знаю, почему такие вот какие-то очень странные бизнесы. Вот сейчас только что, пробую пытаться объяснить, да, что вот когда вы хотите сказать претензию, вы ее формулируете определенно, и тогда это можно обсуждать. Пока вы говорите, все, вы нас обманывали, обманываете, и опять обманете, и дальше, как бы я пожимаю плечами, если я, ну, там, какое-то властное лицо, я на самом деле к власти не имею отношения, да, и на этом заканчивается. И дальше я, ну, вот так вот поговорили, и дальше я пошел и делаю, что хочу. Все, потому что у меня нет обратной связи. Я не знаю, мне опять сказали, что я, ну, там, кто я, вор, там, ну, и так далее. Я тоже постараюсь. Немного продолжим и резюмируем. А то, о чем мы здесь говорим, и то, что идет, вообще, в принципе, вывода получается простая. Ну, вот я как на свои позиции могу не влиять. Я не влияю на... Я не влияю на... Я не влияю... Внутреннего цензора не пропускать на экраны мобильных устройств и прочих, правильный шлак и... То, что... Да. И это то, что я могу. Вот если деньги прижимают, то тогда начинается конфликт интересов. Они сделали для них то, что хочет заказчик. И, по идее, каждый человек на своем месте, где бы он ни находился, кем бы ни работал, что бы ни делал, он может просто поднимать его культурный уровень, повышать свое образование и не пропускать вокруг, через себя, через свою деятельность, собственно, такой шлак. Это то, что мы каждый можем. Так, ну, давайте действительно будем подытоживать. Потому что... Статья? Разговор бесконечный. С чем вы ходите, Статья? С какими мыслями вы ходите? С такими мыслями я укажу, что мне, в общем-то, привычно как-то стало в последние много-много лет беседовать с молодыми людьми и надеяться, надеяться на то, что мои разговоры и мои беседы, ну, все-таки что-то... что-то... что-то прояснят каким-то образом по себе, так сказать, разумное, добровечное, о чем уже говорили не раз. Но в то же время, поскольку этот процесс сеяния, так сказать, он настолько трудно... труднофиксируемый, так сказать, измеряемый и такой неопределенный, поэтому, конечно, у меня остается всегда ощущение надежды, что, ну, дай Бог, даже здесь, например, я вижу большее количество людей. Вот сколько здесь людей? 30 человек есть, нет? Да, есть. Есть, да? Ну, хорошо. Дело в том, что в 15-м году я учредил независимую образовательную платформу под названием Новосибирская лаборатория современного искусства Неоакадемия. Сначала было 5 человек, потом осталось вообще всего 2 человека. То есть, на самом деле, опять же, вот говорить об искусстве, что-то обсуждать, планировать, до чего-то договариваться, оказывается, вам, молодые люди, уважаемые молодые люди, оказывается, вам это неинтересно. Даже те лица, которые вроде бы более-менее художественные лица, ну, как-то вот не складывается разговор. Как-то вот не получат. Почему? Это просто мистика какая-то. Это я даже не знаю. Как будто болотная энергия Санкт-Петербурга, а тут какая-то, я не знаю, Радоновая. Говорят, тут Радоновая есть какие-то бодица. Вот, ну, какой-то, вот, честно говоря, депрессивный мрак. Но лица, как, ну, лица у вас, лица у вас прекрасные и умирчивые. В этом какой-то, знаете, две стороны одной медали. Да, у вас у молодых, да-да. Я вам это говорю уже последние 40 лет, вы не слышите. Конкретно, вы смотрите, сказали, что вы нарисовали тень от дерева. Все, представь, ну, что конкретно, то есть мало ли средств делается. Давайте мы митинг Навального во всем городам, так сказать, закрыли, потому что это был принципиальный вопрос выживания для вас. Мы можем выйти, сказать, мы против, скажем, белгорода. И это никакого отношения к Навальному не будет иметь. мы выйдем и скажем, давайте мы очистим. Ну, что мы имеем за эти деньги, кроме тех, кто получает рекламу этих монадок двух-трех семей на сибирске? Ну, я лично ничего от этого не имею. Все это по дороге чищает. Нет. И мы можем выйти и организовать вступим в твой самый союз. Не вступишь, не вступишь, поздно. Болтовня все это. Это все ложь. Это все я даже не знаю для какого красного словца или какого-то мутно-розового словца ты говоришь. Мы ничего не можем. Мы ничего не можем. Мы только можем красиво сидеть в красиво сделанном на чужие красивые деньги интерьере. Я в таком интерьере ни разу не был. Он красивый? Да. красивый интерьер. Красивый. Красивый. Абсолютно дошел к моему... Ну, не самый красивый. Но более не красивый. Универсальный. Стали ремонтировать дороги. Почему мы не объединились это? Да то просто счастье, что вы здесь собрались. Я что хотел сказать? У меня-то нет пасты, у меня нет школы, потому что у меня ничего нет. И поэтому я очень рад за устроителей. Большое спасибо. Маяна, Артур, Софья. Большое спасибо устроителям. Молодцы. они нашли общий язык с руководством, с начальством, с рукой дающей, которая рука дающая, которая все здесь оформила черной краской. Ну, не важно. Важно то, что хорошо, что мы дожили, а вы начинаете жить в более-менее приличном интерьере. Вот. Это хорошо. Я собственно с этим ухожу. Что к счастью появилась такая вот пространство с очень обликаемым пространством. Не центр современного искусства или не центр современной культуры, а именно пространство. Понятно. Да, местечко такое вот. Так уж неопределенно, что завтра скажут никаких выставок, только вот какие-нибудь там маркетологи будут вам лекции читать. или еще что-нибудь там по продажам каким-нибудь. Ну, короче, речь идет о том, что настолько неуважительное отношение к словосочетанию современное искусство, оно, знаете, неуважительное отношение вот прямо вот где-то в печенках у начальства, у всех, у молодых, у старых, у всех вообще говоря. Я вот, например, не чувствую себя ни старым, ни молодым. я вообще, так сказать, вот, как демон, так сказать, то туда, то сюда, я вообще, я не знаю. Да подытожим, хорошо, что здесь, а, и, это, София, используйте это пространство для утверждения наших либеральных ценностей. Я еще хочу по поводу выставки рассказать. Контекст того, о чем мы сейчас говорили, очень, на самом деле, хорошая и важная вещь, потому что эта выставка, она как раз и есть вот этот начатый такой разговор, диалог о городе, да, и с городом. И это вот то самое, о чем я говорю, без чего развитие невозможно, потому что каждый, каждый, не художник, который сертифицировал так или иначе, как художник, а вот каждый человек имеет право и необходимость, наверное, говорить с городом и имеет возможность это делать. И вот то, что мы здесь видим, это явно просто вот этот начатый вот этот разговор, на самом деле. И мне кажется, что это очень здорово и прямо вот очень хочется надеяться, что это продолжится. И, собственно говоря, тогда и выработается вот этот вот навык у людей говорить художественным языком и таким образом вырабатывать этот язык и таким образом формулировать свои хотелки на этом языке. и тогда все гораздо улучшится. раз у меня есть знакомый можно сказать друг Жень Патеев, директор агентства стрит-арт до того, до того, как стать директором агентства стрит-тарта просто человек, который интересуется культурой и искусством вообще во всех появлениях, начиная от маленьких самоварчиков каких-то и заканчивая несут стрит-тарта по-современному судьбому. И всем. И вот Женя, он, как и у него, финале, но он человек тоже возраст за вот не пополнился. Пенали, притесняли, и стрит-арт организовался как некоммерческая организация со своими проектами и объединил под собой молодых ребят, которые хорошо рисовали грабить, хорошо рисовали стены, придумали какие-то инсталляции. Но его каждодневная работа с точки зрения повышения культуры вокруг себя она дает свои плоды. И на фейсбуке, когда он открыл его для себя, в неделю он делает 3-5 каких-то заметок, к которым ты общаешься и начинаешь все больше проникаться деятельностью, проникаться искусством разных его проявлений. Ну вот то, что мы называем повышением культуры. И стрит-арта с некоммерческой организацией стал организацией коммерческой, которая влияет на облик Екатеринбурга отчасти. И которая как раз-таки с очень высокими новыми ценностями, когда они не глюнутся за проекты, если понимаешь, что это полное облажение. Каждодневная работа и увлечение тем, что ты делаешь. Ну, я имел некоторое отношение к идее, к дискуссии, и очень нравится потому, что она сейчас согласилась именно так. мне показалось содержательным то, что мы услышали от художников, тот запрос, который у них есть к нам. То есть, то, что я лично услышал, что мы, как зрители, должны стать чуть-чуть, и то, что мы, как потребители, в каком-то смысле должны стать, ну, сформировать какое-то свое гораздо более определенное мнение, то, что мы услышали от Юрия, то, что наше мнение и наш запрос эстетический, он должен быть сформулирован, и у нас должны, должны появиться, наверное, достаточно уровень культуры, чтобы это высказать. До этого надо, конечно, дорасти. А примеры, которые мы сегодня услышали, то, что Майяна рассказывала, то, что вы сейчас рассказали, да, они показывают, что на самом деле в любой ситуации человек может что-то сделать, и если этот человек берет на себя роль и того, кто делает, и того, кто проявляет эти требования эстетические к себе, и он же вкладывается в свои инициативы, своими силами достаточно, чтобы под это появлялись деньги, то так или иначе в любых условиях это возможно до какой-то степени. Спасибо. Я хочу поблагодарить всех участников дискуссии, зрителей. Спасибо. Я думаю, что не последний раз. Соня, расскажи про завтра. А завтра? Завтра у нас здесь будет в 7 часов.